Больше инвестиций, рост в сельскохозяйственном секторе, увеличение объемов розничной торговли. Итоги социально-экономического развития региона за 11 месяцев подвели на заседание областного Акимата. Говорили и о ценах на продукты питания, а еще обсудили проблемы в промышленном секторе и отрасли строительства. Каких результатов достигли перед финишной прямой 2019-го и над чем еще нужно серьезно поработать, расскажет Айгерим Мукашева. Выпустили продукцию на 626 миллиардов тенге. В сфере сельского хозяйства в этом году североказахстанцы потрудились на славу. Динамика ежегодная. За 4 года объем продукции увеличился в полтора раза. По темпам роста мы опередили среднереспубликанский показатель. У Северного Казахстана огромный потенциал, отмечает глава региона. Только вот реализовывают его не во всех районах. В числе аутсайдеров по итогам 11 месяцев оказались Акаинский, Жамбылский и Тимирязевский районы. В некоторых районах также допущено снижение и в отрасли животноводства. Казужар, молоко, мясо, Тимирязево, мясо. И также в некоторых районах динамика роста, объема производства продукции сельского хозяйства тоже не наблюдается. То есть на одном уровне стоит. Это Акжар, Жамбыл, Мавлюдка, Уалихановский район. Вывести отрасль на новый уровень помогут в этом современные молочно-товарные фермы. В следующем году начнут строительство 10 комплексов. Стимулировать животноводов будут и материально. Каждую ферму поддержат за счет областного бюджета крупной суммой от 200 до 250 миллионов тенге. А вот из госказны дадут еще и субсидии. Все эти меры помогут развивать сельское хозяйство. Следовательно, увеличивать число рабочих мест и объемы инвестиций. Кстати, в Северном Казахстане почти половина вложений идет именно в сельскохозяйственную отрасль. А всего в этом году мы привлекли в регион почти 190 миллиардов тенге. Это на 12% больше, чем в прошлом. Но вот в промышленности региона картина менее радостная. Основная доля или 72,5% приходится на обрабатывающую промышленность, где объемы производства составили 158,6 миллиардов тенге и не достигли уровня прошлого года на 2,2%. Системное снижение сохраняется в отрасли машиностроения, на долю которого приходится 18,2% объема обрабатывающей промышленности. Виной заводы ЗИК-100 и ПЗТМ на последнем низкие показатели были и в прошлом году. Но сейчас упали еще на 48%. А спасательный круг в виде заказа почти на 5,5 миллиардов тенге долго не приплывал. Хотя переговоры длятся с марта. Плоды долгих обсуждений завод пожнет только в начале следующего года. Тогда ситуация изменится кардинально, говорит Кумар Аксакалов. Такой оптимистичный прогноз он дает и заводу ЗИК-100, который простаивает с августа прошлого года. Из-за конфликтной ситуации между двумя государствами, иначе Российской Федерацией и Украиной, мы перестали получать литье на наш завод. Российские предприятия стали работать только на свои заказы. Мы попытались привезти литье с Украины через Азовское море, но себестоимость этой продукции была просто бешеной. И мы не смогли никогда, не могли выдержать конкуренцию. Поэтому и завод и встал. Только в ноябре ситуация стала исправляться. Пение и штрафы списали. Заводчане вышли на работу. ЗИК-100 обеспечит портфель заказов договор с казахстанцией Мержолы, но это в следующем году. 2020-й, к слову, станет доходным для всего региона. Бюджет заставит 244 миллиардов тенге. Это на 80 миллиардов больше, чем в 2018-м. Половина средств пойдет на социальную сферу. Но на госказну надейся, а сам не плашай. Это о сфере строительства, в которой есть нерасторопные подрядчики. Зимой нужно сносить ветхое, а летом возводить новое. Только вот площадки под объекты еще не готовы. Вы настолько затягиваете процессы вместе с активом города. Вот сейчас опять время теряем. У вас сейчас нет ни одного готового дома, куда можно было где размещать. Вот отмечаю здесь такую очень медленную работу, не оперативную. Вообще строители у нас работают очень слабо. Деньги готовы, готовы оплачивать. Опять никого нет. Сейчас что делать? На диване лежать? Вместо того, чтобы зарабатывать деньги. В целом строить мы стали больше на 2%. Подвели областной показатель Мамлюцкий, Темирязевский и район Макжана Жумабаева. Зато по воду жилья отстающих нет. Сдали 154 тысячи квадратных метров. Это почти на четверть больше, чем в прошлом году. Приятный бонус – платить за свет, воду и остальные коммунальные услуги мы будем столько же. Тарифы в новом году не вырастут, заверил Кумар Аксакалов. Стараются держать под контролем и цены на социально значимые продукты. Из 19 наименований социально значимые продовольственные товары только по двум позициям у нас. Превышение среднереспубликанских – по соли и по рису незначительное. На текущую дату пороговые значения розничных цен превышены более чем на 15% только под наименованием капуста. Рудичная цена капусты составляет 85 тенге. Также из стабилизационного фонда мы реализуем морковь по сниженной цене 80 тенге, репчатый лук по цене 70 тенге. Но нельзя допустить спекуляции в преддверии Нового года. В это время за банку горошка, майонез или картофель с морковью для традиционного оливье люди готовы переплачивать, чем и пользуются многие бизнесмены. За этим необходимо следить, подчеркнул Кумарак Соколов. А для школьников Новый год – это долгожданные каникулы перед самой ответственной и долгой четвертью. Наиграться и нагуляться надо наперед. Снежки, ледяные горки, лыжи и коньки. Для любителей последних у нас открывают хоккейные корты. Правда, их не все заливают. Из 38 школ корты имеются в 13. Только в половину корты залиты. В городе 15 дворов с хоккейными коробками, из которых только два залиты. Кто должен заливать? Это опять что, государство должно прийти в школу, городские власти должны прийти, залить, потом еще расчистить снег для детей. По картам у нас на самом деле есть 38 школ, 9 мы залили, 4, я думаю, до конца недели мы закончим. В 9 дворах председатели КСК и вовсе отказались заливать коробки. Говорят, весной их затопит. Некоторые даже просят убрать корты. В то время как для тысяч других мальчишек и девчонок – это настоящая мечта. Не надо с коньками ехать в автобусе во дворец спорта или на стадионы. Вышел во двор и катайся в свое удовольствие. Здесь Комар Аксакалов отметил слабую работу управлений образования и спорта. Агири Мукашева, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.